Среди пострадавших в ЧП в Риме были кировчане. Нам удалось найти кировских болельщиков и узнать, как разворачивались события в римском метро перед матчем Лиги Чемпионов. По официальной информации итальянской полиции, фанаты ЦСКА сами сломали эскалатор, за что и поплатились здоровьем. А вот по словам очевидцев, все было не так. Лариса Добрьянова расскажет подробности. Поехали и спустя какое-то время начал очень резко ускоряться. Люди пытались, как это сказать, выпрыгнуть с него, но на другую сторону. Но они не могли уже, потому что была очень большая скорость и руки срывались. Но там паника очень сильная была, конечно. Ну уже после шоковая такая. Все тоже не знали, что делать. Перематывали друг друга там ремнями. Один из моих друзей, который сейчас в тяжелом состоянии, он лежит на полу, то есть истекает кровью. Но начали сразу же те, кто, скажем, не пострадал, начали оказывать медицинскую помощь тем, кто пострадал. В принципе, пострадавших там было много, но тут просто ребята сидели на полу, кто-то лежал в колоду. То есть было очень, ну, прям видно, открытый перелом ноги был. Если один из пострадавших кировчан, по его словам, отделался легкой царапиной, которую быстро зашили, то третий мужчина в компании кировских болельщиков сейчас находится в тяжелом состоянии. Ночью его прооперировали, он до сих пор в госпитале, и с ним постоянно находится его супруга. По словам друзей пострадавшего, угрозы жизни нет. Были ли в Риме другие кировчане молодые, люди не знают. Зато точно знают, чего не было. Болельщики возмущены сообщениями в прессе, в которых пострадавших выставляют виновниками случившегося. Нет, такого не было. Это на самом деле вранье. В доказательство того, что никто на эскалаторе не прыгал, и болельщики вели себя спокойно, отправили небольшое видео, записанное с экшн-камеры. На нем видно, что как минимум на момент посадки на эскалатор все пассажиры стояли спокойно. Более того, молодые люди возмущены бездействием римских медиков и полиции. Помощь пострадавшим страшной давке начали оказывать только спустя полчаса. И это несмотря на то, что в подземке так долго ждали люди с открытыми переломами. Мы специально засекали время, потому что у моего приятеля перетягивали ногу ремнем, чтобы успокоить кровотечение, чтобы много крови не потерял. И этим занимался человек, у которого есть медицинское образование, и он засекал время. Прошло примерно 25-30 минут после этого происшествия. Только тогда начали спускаться медицинская помощь, а также спасатели. В дальнейшем, по словам Кировчан, проблем с получением медицинской помощи больше не возникало. По официальной информации, в происшествии пострадали больше 30 болельщиков, и многие из них получили серьезные травмы. Фанаты, которые смогли посетить матч, поддержали товарищей с трибуны стадиона. Лариса Добрьянова, Александр Марченко, информационный канал «Город».